Создавая Galaxy A8, Samsung ориентировались на S8, но получилось больше похоже на LG G6, что, впрочем, неплохо. Приятный дизайн, вытянутые экраны, корпусы стекла и металла. Да, нет беспроводной зарядки, но в этом классе устройства это вообще редкость. С другой стороны, смартфон очень качественный, и это ощущаешь буквально пальцами. В черном цвете вот так сходу отличить A8 от S8 сможет не каждый, хотя разница между ними большая, и это скорее комплимент для Galaxy A8. Смартфон отлично лежит в руке, это относится к A8, Galaxy A8 Plus заметно больше. Разница между этими смартфонами в размерах экрана и объеме аккумулятора, в остальном же они идентичны. Крышка смартфона сделана из стекла Gorilla Glass 5, а рамы и торцы из алюминия. По элементам управления все довольно стандартно. Кнопка питания справа, качелька регулировки громкости слева, сзади камера, под ней сканер отпечатков. У обоих смартфонов есть два лотка, куда поместятся сразу и две сим-карты, и карточка памяти. Жертвовать ничем не придется. Из необычного хотелось бы отметить динамик, расположенный на правом торце чуть выше кнопки питания. Нельзя сказать, что решение неправильное, скорее непривычное. Кстати, корпус смартфона защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Экран в Galaxy A8 5,6-дюймовый соотношением сторон 18,5 к 9. Дисплей это вообще одна из самых сильных сторон этого устройства. Он яркий, сочный, с функцией Always On и кучей настроек. Разрешение дисплея 1080 на 2220 пикселей, то есть экран чуть-чуть длиннее, чем у других Android-смартфонов, но по соотношению сторон такой же, как в Galaxy S8 или Note 8. Уступает флагманам Samsung он только по разрешению яркости. В остальном Super AMOLED дисплей V8 один из лучших в своем классе. В настройках можно подогнать под себя цвет, температуру, настроить режим Always On и изменить расположение на экранных кнопках, если требуется. В большом Galaxy A8 дисплей чуть больше 6 дюймов, но технически он такой же. Samsung не стали торопиться с двойными модулями камер, поэтому в V8 основная камера одна. Это 16-мегапиксельный модуль со светосильным f1.7 объективом. По качеству снимки, разумеется, до S8 не дотягивают, но камера все равно хороша, посмотрите наши примеры. В приложении камеры, как обычно, есть куча настроек и различных фильтров, но важнее, что по качеству она, если и уступает каким-то флагманам, то не сильно. Хорошая детализация и цветопередача, но есть присущий Samsung Perisharp. А вот что серьезно удивило, так это запись видео в Full HD, при том, что 4К-видео сегодня способны записывать даже средние устройства. Странное ограничение. Гораздо больше внимания в Galaxy A уделили фронтальной камере, вернее сразу двум. Первая 16-мегапиксельная с апертурой f1.9, вторая 8-мегапиксельная вспомогательная с такой же диафрагмой. В сумме это дает возможность сделать селфи с размытием заднего фона, что позволяет создать объемный кадр. Любителям делать автопортреты должно понравиться. Кроме гораздо более удобно расположенного сканера отпечатков, разблокировать смартфон можно и по лицу. Да, именно по лицу, разблокировки по радужке глаз тут нет. Работает такой метод неплохо, но до идеала далеко. В темноте срабатывает плохо, если срабатывает вообще. С другой стороны, есть сканер отпечатков, значит альтернатива имеется. Кроме этого, камеры в смартфонах используются для умного помощника Bixby. Можно узнать стоимость фотографируемого предмета, либо узнать больше о вине по этикетке, но все это пока только на словах и довольно плохо. Galaxy A8 работает на базе собственного процессора Exynos 7885. Это восьмиядерный чип, в котором используются два производительных ядра Cortex-A53 с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер. Ни Galaxy A8, ни Galaxy A8 Plus нельзя назвать геймерскими смартфонами. Тяжелые игры идут тут на средних настройках, но в остальном скорость работы нареканий не вызывает. Зато экономичный процессор позволил добиться хорошей автономности. Как минимум день загруженной работы A8 выдаст легко. Результат примерно одинаковый, что для A8 с аккумулятором на 3000 мА, что для большого Galaxy A8 Plus, у которого батарея уже на 3,5 мА. В качестве основы в смартфоне используется Android 7.1.1 и собственная надстройка Experience 8.5. Интерфейс такой же, как в Galaxy S8, с его плюсами и минусами. В нижней части дисплея расположились наэкранные кнопки, они настраиваемые и из любого приложения можно выйти, тапнув в этой зоне, даже если кнопок вы не видите. Чуть позже в этом году A8 должен обновиться до Android Oreo и Experience 9, где должны полностью изменить интерфейс и его дизайн. В итоге Galaxy A8 очень добротный смартфон с хорошей камерой, отличными материалами отделки, приличной автономностью, но без какого-то вау-эффекта. С другой стороны, этого, наверное, и не требовалось. Просто хороший аппарат с актуальным дизайном. Вопрос только в цене. 620 долларов за A8 и 680 долларов за A8+. Да, дорого, но тем не менее, свой покупатель у этого смартфона будет. Бренд, схожесть с Galaxy S8, присутствие во всех магазинах – все это сделает свое дело. К тому же, через какое-то время A8 скинет цену. Да и сейчас, если поискать, то можно найти варианты на 200 долларов дешевле официальной цены. Это за Рока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok